Дети, здравствуйте! Мы рады приветствовать гостей и друг друга, посмотреть на друг друга. Посмотрели на гостей, вот друг друга, садитесь. Проверим готовность своего рабочего места. Телефон на столе отсутствует, на столе письменные принадлежности. Проверим в серии. Пишем чем? Чертик чем? При помощи? Все эти принадлежности у нас есть. Хорошо. Начнем урок с нашего девиза. Я начинаю, вы продолжаете. Думать? Детективно. Решать? Оперативно. Отвечать? Доказательно. Бороться? Старательно. Обязательно. И открытия нас ждут. Обязательно. Обязательно. И первое открытие, где Костя? Вот у нас в школе. У нас в школе. У нас в школе. У нас в школе. Утяжу и в столовой. У меня. У меня. Ясно. Вот будет открытие у нас сегодня. У нас придет ли Костяк? Итак, ребята, мы сегодня продолжаем тот интереснейший разговор, который мы начали вчера. Мы, наконец-то, вчера начали погружение в какой-то предмет? Время. Причем начали погружаться как? В М. Ожидаемо. Научно. Верно, да. И наручно мы начали погружаться при помощи изучения чего? Терминов, верно. Понятий, генетических и правильных формулировок. И домашние задания мы делали на соответствующую тему. В парах, пожалуйста. Задавайте друг другу вопросы по домашнему заданию. По следующей схеме. Смотрите на грузку, пожалуйста. Какой это номер домашний? Верно. Триста сорок третий. Пара минут, вы спрашиваете, какое понятие. И какие старые понятия помогают его формировать? Верно. Спасибо. Завершили. Завершили. Теперь я спрошу. Называю пару, задаю вопрос. Кто быстрее ответит, тот быстрее. Егор, буква Б, многоугольник. Что это? Это? Какое? Верно. Айнас, назови старые понятия. И еще одно слово. Угол. Спасибо. Буква Г. Аня. Новое понятие. Лиза. Опирать на дорога, вершины. Спасибо. Садитесь. Какое понятие вызвало у нас наибольший интерес на прошлом уроке, ребята? Даже до него дома. Верно. Почему он вызвал такой интерес? Разные определения вы нашли в интернете, не найдя их где? В учебнике. И то, что вы нашли в интернете, сильно отличалось. Отличалось. Хотя предполагаемый смысл был один и тот же. Почему же не нашлось определения? Потому что это основная фигура, которому определения нет. Как она называется? Неопределяемая. 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 Совершенно верно. Да. Но чтобы дальше продолжить, при помощи кости, которого мы ждали, мы немножечко с вами посчитаем. Я говорю пример. Показываю пример. Молча считаем. Говорю слово ответ. Скором говорим ответ. Ответ. Шестьдесят. Ответ. Семьдесят. Найти. Найти х. Ответ. Десять. Ответ. Сто восемьдесят. А что объединяетids есть еще тень примера? Отношен sou tidba. Как вы думаете почему? Вот интересная версия. Проверим ее в конце урока. Итак, Костя. Сегодня, будь добр, пожалуйста, иди к нам. Немножечко мы характеризуем Костю сначала. Костя у нас мальчик на букву А какой? Активный. Ну, бывает, он иногда на букву Т что делает? Торопится, чего не скажешь о сегодняшнем уроке, да, Костя? Но вовремя спохватывается, собирается, да, и включается. Итак, Костя нам расскажет о своей работе очень коротко. Но Костя не знает, что я поменяла слайды в его выступлении. И ему придется сейчас выкручиваться как-то. Будет долго встать так, чтобы видеть презентацию. Пожалуйста. Здравствуйте, у меня 20-21 год. Я учитель 6 класса, в гимназии номер 7. И темные мои работы тессера. И пойдет. Давай. Работая над проектом, я выяснила, что существует некое миллимерное измерение. В нем все объекты это точки, просто стоят на месте. Следом идет одномерное измерение. В нем все объекты уже могут двигаться по линии. И у них появляется длина. В двухмерном измерении объекты могут двигаться по координатным плоскостям. И у них появляется ширина. А в трехмерном пространстве у объектов появляется высота. Мы с вами живем в трехмерном пространстве. А вот тема моего пространства это тессеракт. Это в четырехмерном измерении. Вот это. Слово тессеракт было придумано математиками, Чарльзом, Коаном и Энтоном. Их прибыл в кино в 1888 году в его книге «Новая эра мысли». Тессеракт ограничен в 8-м и плоскостями, которые при пересечении с аминкой тессерактом сдают его трехмерные гиперплоскости, которые являются объемными фигурами. Каждая пара неправильных трехмерных граней тессеракта пересекается, при этом образуя его трехмерные грани, которые являются плоскими фигурами. И так далее. В общем случае тессеракт имеет 8 трехмерных грани, 24 двумерные грани, 32 либра и 16 вершин. У тессеракта также есть очень интересная особенность. Если его очень быстро крутить, то происходит иллюзия, он трансформируется. В этой презентации вы сможете увидеть, как он трансформировался. И последнее предложение, пожалуйста, я выпустил. Слово тессеракта интересует не только математикой. Слово и значение тессеракта используется во многих фильмах и книгах. Сейчас я перечислю некоторые из них. Слово тессеракта используется в музыкальной группе. Также слово и фигуре тессеракта использовано в фильме Марвел. Спасибо, Костя. И я вернусь снова к этому слайду. Спасибо, Костя. А для чего? Скажи, повлияло ли это на твой рассказ? Не изменилось ли то, что ты хотел сказать? Нет. А почему? Более понятно. Во как. Более понятно стало. Что же, получается, сделал Костя? Знаете, ребята, он своим рассказом, а я своим слайдом, получается, классифицировала пространство. Начиная с какой размерности? Нулевой. Нулевой, верно. Потом добавлялось еще какое-то свойство. Это длина. Понятие становилось более широким. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, и так далее. Какой из рисунков соответствует тому, что сейчас происходило в рассказе Костя? Первый, второй или третий? Смелее? Да, конечно. Первый, да. Первый. Это пространство, где фигуры находились. В каком измерении? В нулевом. Добавилось что? Динамин. Получилось пространство? Динамин. Еще одного множества для? Три. И еще? Четырех. И так далее. Совершенно верно. Как называется этот рисунок? Диаграмный. Совершенно верно. А два других? Диаграмный. Начинаем. Около номера 371-го видели доктора. Нашли доктора? Да. Нашли. Вопрос. Что спрашивает врач у пациента? Присположите. Какой угол? Так, хорошо. Еще? Калибрамный. Какова убранусная мера? Хорошо. Еще? Вид угла. Вид угла. Вмечательно. Еще что может спросить? Название. Вид угла, да. Сколько их может спросить? Да. Одного ли они вида? Да. Может спросить? Да. Может спросить. А может он попросить? Да. Сначала ответить на вопрос пациента. Что же такое угол? Определение угла, пожалуйста. Скажи, Ангелина. Угол называется инвестируя образованного взаимодействия. Ученый с общим началом. Спасибо. Умничка. Подготовилась врач. Не страшен. А вот, по-моему, врач просит классифицировать углы. И не только те, сколько их там. А все, которые знают пациент, будьте добры, пожалуйста. Минутка вам на размышления. Черновик у вас есть. Попробуйте как-то составить классификацию этих углов. Можно черновик. Да. Минуток не стоит. Да. Да. А если я вам скажу, что время закончилось, что вы мне скажете в ответ, успели, в уме сделать, предъявить что-то можете, почему затруднения возникли.